Здравствуйте, дорогие друзья и зрители телеканала ТБН! С вами пастор Петр Галина Беднюк в программе «Твой лучший день» и сегодня Виктория Никитина Шин, президент телеканала ТБН. Это большая честь и привилегия быть вместе в этой студии. Поэтому благословения тебе, Вика, и всем нашим слушателям. Поэтому у нас сегодня замечательный день. Слава Богу, я очень рада быть в студии в Филадельфии, в нашей студии, где мы уже не один год вещаемся, и отсюда транслируются эти прекрасные программы, которые напоминают нам самое главное послание, что наша жизнь сегодня, и сегодня самый лучший день. Сегодня Бог говорит каждому из нас особенное слово. Сегодняшнее решение изменит нашу с вами жизнь. Завтра они будут влиять. Но сегодня самые лучшие люди рядом с вами. Сегодня самые важные часы, дни, минуты вы проживаете. И пусть это время будет ярким, пусть это время будет острым. И сегодняшнюю программу мы хотели посвятить такому важному размышлению, такой важной теме, как призвание. Это очень серьезный и большой вопрос, который на самом деле тревожит практически многих и многих людей. И он является, я бы сказала, таким камертоном, лакмусовой бумагой о том, на каком уровне жизни мы живем. Интересно, что действительно каждый из нас ставит себе какие-то уровни. Если мы думаем только о том, как свести концы с концами, если мы думаем о том, как протянуть сегодняшний день, не наслаждаться жизнью, которую Бог нам дал сегодня, а как только дотянуть до завтрашнего дня, до послезавтрашнего, то мы не живем, мы выживаем. На этом уровне мы не можем думать о своем призвании. Мы думаем только о том, как восполнить элементарные нужды. Бог сказал, что Он пришел, чтобы дать нам жизнь и дать ее с избытком. И вот в рамках этой программы, в рамках этой темы хотелось, чтобы каждый из наших зрителей задумался и принял для себя очень важные, очень принципиальные уроки о том, что такое призвание, для чего мы призваны, что происходит в этот самый лучший день в нашей жизни, что мы делаем в этот день. И поскольку мы действительно здесь имеем привилегию общаться с людьми, которые знают Бога, любят Бога, которые живут с Богом, я хотела тоже, как представитель наших зрителей, скорее всего, спросить, что вы думаете о звании, о призвании и о уровне жизни, который дает нам звание и призвание? – Ну, я думаю, действительно рады видеть вас, дорогие друзья. Это наше большое благословение с вами всегда общаться. И хотелось бы вот возвратиться к самому важному, что все, что Бог сотворил, оно имеет определенное назначение. Вот все, что мы видим, оно имеет конкретную цель. И если мы, как люди, должны возвратиться, для чего Бог сотворил нас? Холодильник для того, чтобы холодить. Допустим, плита для того, чтобы греть. И когда люди не понимают самого важного предназначения, мы тогда не в фокусе. И я думаю, что Бог сотворил человека для славы своей. – Что это значит? – И чтобы общаться с нами, и чтобы взаимно любить. Вот Он любит нас, Бог есть любовь, и Он ждет ответной любви от нас. И первая заповедь, это действительно показывает все приоритеты. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всею крепостью. И вот уже остальное все мы делаем, потому что мы любим Бога. И вот это, можно сказать, главный двигатель всего того призвания, что бы, к чему бы Бог нас не призвал, главная цель должна выражение нашей любви к Богу. И я думаю, это может выражаться в любых сферах, но самое главное, что двигатель должен быть правильный. – Поистину, есть предназначение для каждого человека. Есть план, вы знаете, но очень важно, если мы этот план и свое предназначение узнаем. А как это сделать? С одной стороны, это и сложно, с другой стороны, это и очень просто. Как просто? Если мы обращаемся к такому писанию, как Слово Божие, Библия, есть много разных книг, и люди стараются читать книги, изучать, найти действительно свое счастье, свое предназначение. Но кто-то сказал, что Библия, она читает нас. И действительно, Библия, она покажет нам наше призвание. Потому что Библия – это Слово Божие, которое Бог утвердил на небесах. И верующие люди Библию воспринимают и принимают как фундамент, как авторитет. Поэтому, когда мы обратимся к Священному Писанию, то Писание нам откроет наше назначение, нашу цель, для чего Господь нас сотворил и создал. И действительно было сказано для славы Своей. Поэтому можно продолжить эту мысль. Вот, Петр Алексеевич, все-таки что Библия говорит дальше? То есть дальше вот о призвании и предназначении? Господь говорит, что Он спас человечество, независимо от дел, то, что мы сделали. Но Он послал Сына Своего в мир единородного, Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Иисуса Христа не погиб, но имел жизнь вечную. И Писание говорит, что Он уже предназначил, еще прежде сознания нас увидел, наше даже предопределение, наше предназначение. И сегодня Господь через Слово Свое, оно обращается к нам, Бог обращается к нам. И стучит в наше сердце, Господь зовет нас к себе, потому что мы сами по себе, мы не состоятели. Но Господь дал нам эту жизнь свою, вдохнул дыхание жизни. И наша душа, наш дух, они жаждут к Богу. Они стремятся к Богу. Они словно, знаете, вот наша внутренность, она не восполнена. Мы пытаемся ее чем-то заполнить. Но действительно, только, как стихотворцы говорили во все века, только в Боге счастье и нигде ни в коем другом. Я, может быть, подытожу тогда то, о чем мы говорим. Интересно, что апостол Иоанн в своем Евангелии, в первой главе буквально он написывает, что Христос, придя, принеся людям свет и жизнь, которые были в нем, тем, которые приняли Его, уверовали во имя Его. Он дал власть быть чадами Божьими. И это часть призвания Божьего человечества, то, о чем говорила пастор Галина, о том, что мы призваны быть детьми Божьими. И как это, ну вот, связано, например, с нашим призванием, как это отвечает на нужды сегодняшнего дня. Вы знаете, вот буквально не так давно прошел молитвенный марафон. И среди множества свидетельств, потрясающих свидетельств, когда люди писали, что срастались кости во время операции, просто сходились врачи, не ожидали. Когда заживали трофические язвы, которые месяцами были раскрытыми и причиняли невыносимые страдания. Но меня очень тронуло письмо девочки, которая в первый день марафона написала о том, что они с сестрой и с бабушкой, которая сломала руку, остались без средств к существованию. Потому что бабушка единственный человек, кто могла работать и зарабатывать деньги. И она просила, чтобы помолились за нее. И Бог прислал, мы молились все вместе, и Бог прислал буквально в этот же вечер. Она через день прислала нам свидетельство, что в этот же вечер Бог послал человека, который принес им продукты, помощь. И это дитя, которое всего 13 лет. Она говорит, я хочу, чтобы все просто поклонились нашему Богу, просто встали на колени. Я это привела как пример, что быть посвященным Богу, слышать Бога, прислушиваться Его, это не просто абстрактная какая-то задача, это не только то, что приносит мир нашему сердцу, но это то, что привносит жизнь на сегодняшний день, решение вопросов и понимание, понимание Священного Писания, понимание глобальных задач. Поэтому во имя Иисуса Христа мы молимся все вместе о том, чтобы каждый из вас понял, что, казалось бы, такая большая задача, как познать Бога, стать Его детем, прислушиваться, отвечает на наше предназначение. Да, и мы сейчас уйдем на маленький перерыв, и мы возвратимся буквально через несколько секунд. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». И мы продолжаем эту замечательную передачу, которая действительно вдохновляет, как приятно слышать такие свидетельства, когда Бог реальный в нашей жизни. И мы возвратимся действительно к продолжению этой темы, о том, что на самом деле важные признаки, даже жизненные, мы должны знать стандарт, о чем пастор Петр сказал, да, вот Библия является стандартом. Если мы не знаем, сколько должен быть, допустим, наш пульс или какое давление, то мы не знаем, от чего отталкиваться. Вот на самом деле мы должны возвращаться всегда к стандарту, и точно так, как во всех сферах есть вот стандарт, да, сколько, допустим, вот правильный сахар, даже уровень сахара. Если мы не знаем, то мы не знаем, что мы больные. Вот человек, если не знает, что от него требует Бог, он на самом деле даже не знает, что он не в правильном состоянии перед Богом. Он, может быть, совершенно не идёт в том направлении, где он не делает того, для чего Бог его творил. Бог его творил для любви, а он делает зло. И вот это найти, нам действительно надо обязательно заглядывать в тот стандарт, который нас направит. Сейчас хочется в рамках этой программы, вы люди наученные, у вас уже есть опыт и научения, и понимания, и можно воспользоваться как раз этой программой, чтобы услышать всё-таки, к чему мы призваны все, все призваны, в чём заключается наше общее призвание. И следующий вопрос, который всё-таки хотелось бы затронуть и раскрыть в рамках этой программы, как найти, исполнив общее призвание, я это понимаю, например, для любого гражданина, например, в стране, есть базовые законы, то есть быть законопослушным, уважать других людей, не вредить, а хорошо, чтобы ты ещё... Мораль, общая мораль. То есть да, нужно, чтобы твоя свобода не мешала чьей-то другой, но в рамках этой свободы, когда ты другим не вредишь и развиваешься, как найти свой собственный путь? Именно своё. Проведя аналогию, как дети Божьи, как граждане Божьего Царства, у нас есть предназначение быть этими гражданами, быть детьми Божьими, в чём это заключается, и как найти свой индивидуальный путь? Да, воистину, дорогие друзья, опираясь на Слово Божие, я могу делиться только то, что я пережил, во что я верю. Поэтому Господь и Виктория, этот вопрос очень актуальный, насущный. Даже это, наверное, больше. Это жизненно важный вопрос. Найти своё предназначение или призвание, другими словами, можно сказать, счастье, судьбу, эту радость, то, что мы называем счастье, одним словом, это очень важно. И Господь, Он не замедляет в этом вопросе. Он хочет открыть свою волю своим детям, своим людям. И Он говорит, придите ко Мне все концы земли и познайте Его волю Божью. Он же также говорит, что ищите Господа, пока можно найти. Вот как раз вопрос, как найти. Так мы ищем. Господь говорит, призывайте Господа, когда Он близко. Ищите, когда можно Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. И Сын Божий Иисус Христос, Который является Спасителем всего человечества, Он сказал, что прежде всего ищите Царство Божие, и всё остальное приложится вам. Но что такое Царство Божие? Это мир, это праведность, это радость в Духе Святом. И когда мы ставим Бога и Его Слово на первое место в своей жизни, то все остальные вещи, которые прилагательные, они присоединяются к нашей жизни. И воля Божья на то, она даётся, она действительно универсальна и уникальна. Она благая, угодная и совершенная. Я такую фразу помню, нас учили о том, что там, где к чему ты неравнодушен больше всего, то, что тебя, может быть, не просто раздражает, а не даёт покоя, вот там твоё призвание и предназначение. То, где ты смотришь, и ты думаешь, что-то надо изменить. Вот ты неравнодушен и неспокоен. Тебя волнует, почему люди больные, допустим, люди, которые призвание служить людям в исцелении. Это их всегда беспокоит, почему больные люди. Вот они не могут пройти мимо того, чтобы не увидеть инвалида и думать, а Бог его может исцелить. И на самом деле, вот это один из таких признаков, то, что нас, к чему мы неравнодушны, что нас, можно сказать, вот именно тревожит. Это на самом деле очень важный момент, Галина затронула, потому что действительно мы видим в Священном Писании, Бог говорит, что дары и призвания Его не приложены. Мы в первой части программы коснулись того, что Бог призвал нас познавать Его, познавать Его Слово, пребывать в Его славе, Царстве, привносить это Царство сюда, быть Его ребенком и соблюдая вот этот базовый уровень, благовествовать о нем. Дальше, чтобы узнать свой путь и дорогу, мы видим в Писании, да, что описаны дары для Церкви, и 14-я глава послания к римлянам. Как ни странно, 14-я глава тоже, первое послание к коринфянам описывает дары, причем самые разные. Дары есть пятигранное служение знаменитое, там, где именно дары, созидающие Церковь. Очень важно, что каждый дар этот характеризуется помимо своей, скажем, узкой направленностью, общей именно от Бога, тем, что если это от Бога, дар и благословенное сердце, этот дар привносит мир и единство в тело Христово. Это пасторы, учителя, пророки, апостолы, евангелисты, и каждый этот дар, он будет привносить мир, почтение друг к другу, уважение, нет выше или меньше, потому что в нем будет проявляться Божья благодать. Но также есть и индивидуальное нахождение. Если вы не призваны быть частью, может быть, пятигранного служения, потому что Церковь, на самом деле, она наполняет все сферы жизни, тогда мы можем искать, как раз вот как Галина напомнила нам, в том, как проявляется наш характер, то, о чем ревнует наше сердце. И мы продолжим этот разговор буквально через несколько минут, и мы просим вас, чтобы вы звонили, писали, как вас коснулось Слово, как вы реагируете на то, что Господь говорит вам в вашей жизни, потому что ваши истории – это большое ободрение для тысячи тысяч людей, которые слышат нас сегодня. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». И сегодня мы продолжаем эту замечательную тему. Я хочу подметить, продолжить, вот те служения, которые пастырская, пророческая, все евангелисты, они к совершению святых на дело служения. Очень важно, что не пастыря, и евангелисты все делают, и не пророки, а мы учим всех людей, которые прихожане в церкви, как будто бы они и прихожане, но они на самом деле ученики, быть служителями, служить всем людям фактически в тех же дарах, но действительно, понимая, что каждый выражает ту же любовь к Богу, отдавая ее кому-то. И поймите, что Библия предупреждает, что в последние времена люди будут самолюбивы, горды, напыщены, неблагодарны. И мы должны, даже читая этот список, постоянно проверять себя точно так, как пульс. Или у меня высокий, или он низкий, или, может быть, у меня едва уже дышу, может быть, я уже слишком, как бы ничего не делаю для Бога, или я, может быть, запыхался уже так, что только для Бога, для Бога, и уже, как бы, даже ты теряешь фокус, может быть, вокруг себя никого не видишь. Понимаете, есть действительно два, точно так, как пониженные, так и повышенные. И это каждый себя должен проверять именно с Богом и по Священному Писанию, думаю, по стандарту. Если мы ищем Царство Божьего, я верю, что Бог призвал нас действительно пробовать. Бог, иногда Бог говорит очень ярко в сердце молодым людям о том призвании, куда, какую дорогу выбрать, устремление юноши или девушки осознают. Но очень часто, я думаю, бывает так, что этот путь, он становится ясным в процессе. Поэтому Бог побуждает, вот то, о чём ты, Галина, тоже упомянула, брат Пётр, что когда мы начинаем действовать по тому откровению, которое у нас есть, стараясь принести на то место, где мы учимся, где мы работаем, где мы живём, мир, любовь, любовь к Богу, понимание, когда мы думаем о Божьих целях, Бог начинает благословлять это место и наш опыт. Вот просто замечательно, я очень благодарна Богу за наших друзей, партнёров. Наш израильский партнёр Евгений Таец, например, он учился в Институте физкультуры и когда он уверовал, он стал проповедовать всем своим атлетам, которые учились вместе с ним. И ребята стали приходить на собрание, потому что это было то место, где Бог застиг его, он был действительно захвачен Богом. И его призвание в конечном итоге оказалось связано не с тяжёлой атлетикой, а с благовестием и с созиданием и укреплением людей в Боге. И это может быть ещё не полное его призвание. Остальное призвание он призван как отец, как муж, как человек Божий, как учитель Библии, как наставник для многих. И кто-то... Мне было очень интересно, когда мне было, наверное, лет 20, когда я в церкви, услышала практически очень действительно вещь о том, как понять, какой дар в тебе действует. Говорит, что вот одна очень умная сестра сказала, что этот дар будет проявляться в тебе. Вот то, о чём Галина говорила, то, о чём Пётр говорил, ты будешь приходить просто и делать, потому что ты не можешь этого не делать. Потому что люди, у которых есть дар на учение, они будут очень часто объяснять, поддерживать другим людям какие-то откровения, то, что Бог помог им понять, они будут с лёгкостью и с радостью давать другим людям. У моей мамы есть дар и воодушевления, такой духовной прозорливости, и раздавать, и поддерживать людей. Один из граней раздавать или раздавать. Раздавать или раздавай, да, с благодарением. Будь восприимчив к странникам, путешествующим, это действительно дар, потому что для кого-то это тяжело, а кто-то принимает. Один момент, что иногда люди думают, вот какое-то призвание, где-то что-то меня ждёт. Сверхестественное такое. А смысл в том, что ты видишь нужду, восполни её. Вот этот принцип, когда ты будешь видеть всё, что окружает какая-то малейшая нужда, ты восполняешь её. И в процессе, выражая свою заботу о людях, ты будешь находить это. Даже как мы начали церковь, мы встречались с людьми и видели, что им надо служить. И мы даже не понимали, не знали, что это будет Филадельфия. Нам было сказано, что будем где-то служить, и где-то будет церковь. Но мы иногда думали, я думала, где же это будет церковь? Но мы уже потом, когда я увидела, а мы служим этим людям. Потому что Бог посылал людей к нам, и мы начинали им служить, и они спасались, потом приводили других. Мы благовествовали тем людям. И оно, оказывается, пришло настолько естественно, не то, что мы, знаете, что-то такое спуке, или как бы такое сверхъестественное, ты ожидаешь, что вот когда-то грянет гром, когда ты будешь служить. А оно, естественно, входишь, ты начинаешь действительно восполнять нужды людей, которые окружают тебя. И может быть, ты призван или евангелистом, или даже пастыром, но та нужда, которая возле тебя сейчас, в данный момент, ты восполняй. И Бог даже смотрит за твои верности. Бог смотрит, что тобой движет. И ты не ищешь этого признания от людей, а ты ищешь именно вот восполнение нужды, которая тебя окружает. Я думаю, что люди многие пропустили. Они ожидали, что вот когда-то я буду большим проповедником, или я хочу видеть что-то грандиозное. Они видели, что вот действительно мы начинали в церкви, пастырь был ашером. И встречал всех, и ущевал их, благословлял. Некоторых это раздражало, когда он им говорил, это твой лучший день, что ты пришел. А люди пришли в настроении, типа, что ты меня трогаешь? Ну, разные, понимаете? Но самое главное, что, и действительно то, что меня даже вот видела, что он всегда, старушки приходили в церковь, я думаю, он всегда обязательно подходил к старушкам, обязательно вот заботу проявлял. Думаю, как бы я не видела этого раньше. А вот этот дар, который другие заметили даже раньше меня, уже, я думаю, я никогда не думала, что он будет пастырем, и мы никогда даже об этом не думали. Понимаете, это естественная забота, любовь к людям, она привела нас к тому служению, которое мы сейчас... Этот дар, как бы Писание называет этот процесс возгревания, или еще там написано в притчах железо-железо-острит, точно так же и острит, вот общение с другом, с правильным человеком. Я хотела сказать, что на самом деле очень быстро несется время, и во всех смыслах нам нужно подводить итоги, но мы живем действительно во время глобализации, когда люди, например, могут жить на одном конце земли, работать в компании, находящейся в совершенно далекой стране, в другом временном поясе. Здесь мы говорим о том, что на самом деле, какую бы профессию вы не избрали, и те, кто учат сейчас о профессиях, как бы выживают и становятся довольными жизнью те люди, которые готовы учиться, которые готовы приобретать, может быть, даже не одну профессию, о несколько профессий, изменяться. И это самое мы относим и к духовной сфере, в первую очередь, потому что быть детем Божьим, получить вот это призвание и жить в призвании быть ребенком Божьим, слышать голос Божий, слушаться его, нести Царство Божие, делиться вот этой праведностью, радостью, познанием о Боге, где бы вы ни находились, оно также побуждает нас быть чуткими. Этот голос точно так же, как когда-то израильтяне шли по пустыне, сегодня они стоят, а завтра облачный столб двигается, и они вставали и двигались за ним. Господь будет побуждать каждое свое дитя изменяться, но делая это в любви, никто не потеряет того опыта, который был, может быть, для кого-то хаотичным без Бога, но Бог придает глубинный смысл всем испытаниям, через которые мы проходим, всем свершениям и успехам, которые у нас есть, потому что через это мы действительно приобщаемся и людям, с которыми мы встречаемся, их нуждам, и привносим в нашу и в их жизнь, жизнь и любовь Божью. Мне кажется, это огромная часть призвания и признания. Давайте, вот, хотел спросить вас, как вы видите итог вот этой темы, как обрести звание и признание? Господь оставил в своем слове нам пример, и апостол Петр говорит, что Иисус Христос оставил нам пример, что мы шли по следам Его, по следам призвания, и к тому написано, что мы и призваны к тому, чтобы мы шли по следам, и то, что Иисуса Христа, и то, что было сегодня подмечено, то мы не просто говорим так, но что Иисус делал? Он служил, Он проявлял любовь, Он показал любоваться, как служить, как быть в призвании. Поэтому, мое пожелание, чтобы мы сегодня смотрели на начальника совершителя веры Иисуса Христа. И взирая на Него, мы никогда не потерпим урон. Да, мы видим, что Он оставил комфорт небес, оставил уют и вот такой, можно сказать, действительно комфорт во всех случаях. И пришел для того, чтобы благословить нас и помочь нам. И пусть эта программа станет для вас еще раз напоминанием, чтобы вы стремились к тому, кто создал вас еще в чреве Матери, знал вас, все дни для вас назначены. И ваше звание и призвание быть с Ним, радоваться с Ним и приносить Царство Божие, где бы вы ни были, во имя Иисуса Христа мы благословляем вас, потому что это самый лучший день в вашей жизни. И посылаем вам шалом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова